Россияне продолжают обстреливать окрестности Николаева. В самом городе сейчас затишье. За сутки в области из-за атак российских военных ранения получили 9 человек. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева. Кроме того, российские оккупанты прибегают к подлым нападениям. Они переодеваются в гражданскую одежду и атакуют украинских военных. И с нами на связи Олег Гершкович, журналист из Николаева. Олег, здравствуйте. Добрый день. Ну вот чаще ли в городе и области стала звучать воздушная тревога? И с какой периодичностью оккупанты бьют по городу? Ну вы знаете, два последних дня затишье. Воздушная тревога звучит 2-3 раза в день. И мы больше смотрим не на то, как часто она звучит, а на сколько продолжительное время от начала воздушной тревоги до отбоя. Вот последние два дня это время стало короче. Ну а вот еще вечером 10-го воздушная тревога была страшная. Взрывы были ужасные, атаки были очень сильные. Поэтому горожане не совсем понимают, это затишье, потому что оккупанты отказываются от взятия Николаева или затишье перед бурей. Олег Иосифович, вот по информации оперативного командования ЮГ противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы для наступления в Николаевском и Херсонском направлениях. Все же как жители города относятся к подобным сообщениям или у вас иная атмосфера и затишье все-таки пугает? Никого не пугает, не затишье и взрывы уже перестают пугать, честно вам сказать. Николаевцы настроены по-боевому, не собираются свой город сдавать и готовы защищать его. А что касается самого настроения в городе, то оно, конечно, сдвигается в сторону нормальной жизни. Начинают работать рынки, открываются аптеки. И первые тепличные овощи появляются. Раньше их разнообразие, конечно, было больше за счет привоза с Херсона. Сейчас по понятным причинам Херсонская область закрыта для нас. Что касается передвижения людей, ну, те, кто хотел выехать из города в большинстве своем, уже выехали, хотя и сейчас люди продолжают выезжать, но уже вот не в массовом порядке. Одновременно происходит въезд в Николаев. С одной стороны, людей из области, если будет время, я расскажу, откуда именно. Расскажите, конечно. И, конечно, из Херсона. Ну, дело в том, что советник министра обороны Арестович где-то... Советник президента. Советник президента, извините. Дня 4 заявил, что Николаевская область свободна от оккупантов. Это не совсем так. Есть небольшой городок Снегиревка. Он находится в направлении северо-востока от Николаева. Это направление к Кривому Рогу, Запорожье и Днепру. Вот там и близлежащие села до сих пор заняты оккупантами. И оттуда... Это единственное вот место в Николаевской области, где они есть. Всеми правдами и неправдами люди стараются оттуда выехать. Были организованы какие-то на местном уровне гуманитарные коридоры. Иногда людям удается уйти оттуда самостоятельно. Вот с того района, с района Снегиревки, как раз у нас есть перемещенные лица в сторону Николаева. Вот мы видим сейчас, что из Луганской области и Харькова, несмотря на постоянные обстрелы, люди не сильно спешат покидать дома. Вот вы сейчас сказали, что люди выезжают из населенных пунктов, где временно пока идут бои и временно оккупированы. Скажите, много ли людей из самого Николаева уезжает? Заметны ли какие-то автобусы? Какая ситуация на вокзале? Ну, на вокзале возобновляются регулярные рейсы, хотя и гуманитарные рейсы тоже есть. Наши основные направления – это в сторону Молдовы, в сторону Румынии и через Черновцы в Западную Украину. Но, еще раз повторю, количество людей, отъезжающих, становится все же меньше. Конечно, такие события, как взрыв, который произошел в ночь с 10 на 11, как сказать, становятся стимулирующим таким фактором, который подталкивает людей на отъезд. Я думаю, что все видели этот страшный взрыв. Он – заряд необыкновенной силы. Он пришелся на несколько ракет из села Зеленовка. Это чуть севернее Херсона. Ракеты летели и попали в район порта Ольвия. Этот порт решением Министерства инфраструктуры еще в конце 2021 года был отдан катарской фирме. И там должны были производиться работы. Планировались инвестиции в районе 3,5 миллиардов гривен. Но пока этот порт был пустующий, и одна ракета попала в два склада совершенно пустых. А одну удалось сбить над так называемым Балабановским лесом. Это в том же районе находится лесохозяйство. Пожар быстро локализовали и потушили. То есть, на самом деле, вид и звук от этого взрыва были ужасны. Последствия, ну, вполне, так сказать, для нас удовлетворительные. Конечно, такие события подталкивают людей на отъезд. Но, повторяю, отъезжающих уже не так много. Олег Иосифович, спасибо вам большое за оперативную информацию из региона. Напомню, нашим зрителям с нами был журналист из Николаева Олег Гершкович.